Девушки отдыхают Еще, наверное, месяцок ее постримим Но это не важно, в этом видео речь пойдет у нас о дрифте Да, опять о дрифте, потому что где-то полгода назад я уже делал видео на эту тему Но за те полгода, которые я не играл, физика в игре немного поменялась Немного поменялись детали, немного поменялось поведение автомобилей И поэтому сейчас кое-что, так сказать, надо дорассказать И на самом деле рассказать еще о тех вещах, о которых я не заикнулся в том видео Так что начнем давайте с простых советов, которые облегчат жизнь новичкам Самое первое и главное, что нужно знать новичку, который решил пойти повалить боком Это то, что нужно ставить секвентальную коробку передач Ну или ручную, если у вас шифтер Нужно это для того, чтобы всегда стабильно поддерживать максимальные обороты Потому что если у вас будет коробка автомат То передачи будут скакать вперед-назад И вам, скажем так, будет от этого немножко неудобно управлять машиной А иногда автомат будет просто категорически отказываться переключать передачи Когда вам это действительно нужно К примеру, когда вам нужно переложиться из более длинного поворота в короткий На секвенталке вы просто сбрасываете передачу на низшую И ввиду того, что обороты остаются все так же на высоте Но из-за того, что передача меньше И, соответственно, максимальная скорость у этой передачи на тех же оборотах меньше У вас машина просто замедлится И при этом вам не нужно будет тормозить На автомате же это было бы чревато вылетом в отбойник Та же самая ситуация может быть, когда вам, к примеру, нужно перейти на высшую Для того, чтобы перейти из короткого поворота в длинный Но автомат откажется это делать И вы не закончите поворот до конца И вынуждены будете просто делать лишнюю перекладку Следующим советом будет правильный выбор машины Потому что некоторые машины, ну, все-таки немножко выделяются на фоне остальных Это не значит, что остальные машины полный шлак И их не стоит брать Нет, разумеется, все остальные машины тоже могут дрифтовать Могут нормально дрифтовать Но для новичков некоторые транспортные средства гораздо приспособленнее, так сказать И одно из таких транспортных средств это Mazda RX-7 Которую каждый новичок, насколько я помню, получает в самом начале Это одна из первых дрифт-машин, которые вам дают И на этой, так сказать, дефолтной машине можно пройти все гонки Абсолютно на любой уровне сложности и даже ставить рекорды И третий совет как раз-таки на тему рекордов А точнее на тему набора очков Потому что, как вы все знаете, в крюшке, да и во многих других играх Побеждает тот, кто набирает больше очков И тут вот как раз-таки есть небольшая заковырка Потому что если в других играх все игроки находятся приблизительно в равных условиях То в крюшке, так сказать, в зависимости от того, какие у вас детали Вы будете получать больше очков А если еще точнее, то не именно детали, а перки на деталях В идеале, разумеется, вам нужны все легендарные детали Чтобы все были желтые И чтобы в каждой детали был хотя бы скользкий Хотя бы один этот перк Перков важных всего два Это скользкий и горячая голова Но хотя бы скользкого нужно выбить на каждой детали Потому что это единственный перк, который позволяет вам увеличивать очки дрифта А точнее не очки дрифта, а умножение очков дрифта, которые вы набираете Таким образом, просто выбиваете все желтые детали И начинаете калибровать Благо добавили калибровку И теперь получить нужный бонус гораздо проще Ну, единственное, придется потратиться неслабо Потому что иногда нужный перк просто отказывается падать А когда падает, он не максимального значения А максимальное значение у него 14 И вам нужно постоянно перекалибровывать, перекалибровывать, перекалибровывать Для того, чтобы получить заветное увеличение Без этих перков рекордов вам не видать Да и, в принципе, наверное, пройти даже на сложности АС У вас вряд ли получится Ну, может быть, впритык Ну и опять же, не забываем про легендарные очки В которых тоже можно прокачать скользкие и увеличить этот множитель И теперь мы переходим уже, можно сказать, к основному пункту Но достаточно сложному А именно настройка автомобиля Потому что в зависимости от того, как вы настроите свое авто Так оно у вас и поедет И сразу хочу предупредить Я не дам вам настройки там на каждую машину Для того, чтобы там ставить просто невероятные рекорды Нет, установка рекордов Это сугубо, так сказать, личное дело каждого И каждую машину стоит подстраивать под себя Даже если бы я и дал вам какие-то свои настройки На свой любимый автомобиль Вы бы все равно, допустим, не смогли бы ему управлять Потому что вы не так, к примеру, газуете Не так тормозите Не там начинаете поворачивать И так далее Но это не значит, что я оставлю вас пустыми руками Я несколько дней тестировал разнообразные настройки На многих автомобилях И прокачанных, и непрокачанных И выделил одну неплохую, так сказать, сборку Которая подходит к любому автомобилю Просто вот к любому И как оказалось, автомобили на таких настройках Вели себя достаточно предсказуемо И я, так сказать, даже на них подбирался к своему рекорду Еще немножко позадротить И, пожалуйста, можно побить рекорд Ну а теперь уже перейдем именно к настройкам Открываем характеристики Запускаем про настройки И видим вот такую вот картину А дипробуксовку и систему контроля устойчивости Мы сгоняем в минус А вы со системой дрифта в плюс По отдельным характеристикам Тут можно сказать то, что Я все их оставлял практически по дефолту За одним исключением То есть, если вы сами тут крутили как-то настройки Просто подержите B, сбрасываете все на дефолтные И оставляете воздушное распределение Коробку, все это на месте Сцепление задних колес смещаете на два пункта На любом автомобиле Все остальное оставляете по дефолту И переднюю подвеску И заднюю подвеску развал Сгоняете тоже в минус Вот и все Идеальный автомобиль для дрифта создан Тоже касается и любого другого автомобиля Камеру Вот Мустанг, пожалуйста, откроем Уже в Москву Кар Так же самое открываем про настройки И, как видите, абсолютно те же настройки Ну, глобальные настройки остаются такими же самыми Потому что они для всех автомобилей А здесь, как видите, все то же самое То есть, сцепление задних колес смещаем на две единицы Здесь все остается по дефолту А заднюю и переднюю подвеску развал сносим на минус И, как видите, хоть у этого автомобиля уже немного другие характеристики по подвеске Немного тут в стабилизаторах поперечной устойчивости разная Может быть, немножко там возрастного распределения по-другому Но этих характеристик вполне себе хватает Для того, чтобы эти автомобили хорошо себя показывали на дороге Вот банальный пример Я просто сейчас пойду в гонку Да и даже, знаете, не надо заходить в гонку для того, чтобы это показать Просто вот подрифтовать на этом Пожалуйста Он отлично держит дорогу Отлично поворачивает При том, что он не прокачан Он вообще не имеет никаких, скажем так, настроек Просто ставите себе ручную коробку И начинаете дрифтить в свое удовольствие Он отлично стабильно держит дорогу Единственное, чего ему не хватает Это, ну, оборотов, так сказать Потому что, ну, все-таки это автомобиль не прокачанный Тут нет деталей вообще никаких Но при этом даже без этих деталей Он отлично пытается держать дрифт Приходится, правда, немножко либо помогать ему оборотами Либо нитро добавлять Нитро, кстати, тоже интересная штука С ней можно крутить необычные вещи Но о них я говорить не хочу Потому что они очень сильно уродуют дрифт Поэтому, ну, я думаю, многие из вас не летят на рекорды А те, кто летит, то занимаются этим сам Поэтому, друзья, вот такие вот простенькие настройки Практически для любого автомобиля Которые помогут вам побеждать Ну, понятно, что соперников здесь нет Ибо у нас в основном только ПВЕ в дрифте Но я вам точно могу сказать Что вы сможете пройти абсолютно любые ПВЕ события На абсолютно любой машине С такими настройками, с любой прокачкой Ну, только вот все будет упираться уже во множители И в кривизу ваших рук Так что на этом все, друзья Если вы желаете посмотреть предыдущее видео по дрифту Ссылочку на него я оставлю в описании Или можете сразу перейти по подсказке А на этом все, друзья Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи! Всем пока!